Где хуже, в Сан-Франциско или Афганистане? Таким вопросом задался афганский эмигрант и владелец табачной лавки. Сан-Франциско, после того, как его ограбили на 100 тысяч долларов, он вовсе усетует на то, что в Афганистане грабителям бы отрезали руки. Но в Калифорнии полиция уже перестала даже пытаться справляться с постоянными грабежами. Сказывается и нехватка офицеров. Сначала погромов БЛМ. Из полиции Сан-Франциско уволилось 15% правоохранителей. И отсутствие политической воли бороться с грабителями тоже сказывается. Ведь в штате де-факто легализованы кражи на сумму до тысячи долларов. А местные левые прокуроры, избранные на волне БЛМ, отказываются заводить дела против арестованных за ограбление. В целом, по Америке за прошлый год ущерб ритейлов от ограблений и шоплифтинга составил рекордные 100 миллиардов долларов. Крупным сетям уже приходится оптимизировать расходы и закрывать магазины в самых криминогенных уголках США, вроде Сан-Франциско. А население разъезжается из этих левых оазисов и не возвращается обратно. Например, активность мобильной связи в Сан-Франциско составляет лишь 32% от показателей последней мирной зимы 2019 года. Ради борьбы с преступностью и наркомафией в город уже направили нацгвардию для проведения военно-полицейской операции. Но вряд ли это остановит быстрый упадок Сан-Франциско. Если американская политика в целом бразилизируется, становясь все более хаотичной, то левые мегаполисы со взлетом преступности скорее афганизируются. Например, вероятность погибнуть у жителей отдельных районов Чикаго уже в четыре раза выше, чем у американских солдат в Ираке или Афганистане. Поэтому неудивительно, что эти мегаполисы теряют население и становятся все менее пригодными для жизни.